Итак, друзья, сегодня моя проповедь называется «О чем сегодня трубит шафар?» Там, наверное, сейчас выставят. И мы сегодня, знаете, мы сегодня находимся в период осенних праздников. И тот праздник, в котором мы сейчас находимся, он назван праздник. Хотя ему придают некий такой суд, некую тяжесть, написано, что это праздник. Мы будем разбираться, в чем праздник, о чем трубит шафар сегодня. Вообще, еврейские праздники, они иногда носят двойной, тройной, и даже более всякие смыслы. Взять, допустим, тот же шавот, вы помните. Это и день заключения Завета. Время заключения Завета. Это и день дарования Торы. Это и день дарования общения Божьей, Руха Хакодеш, Святого Духа. Так же и вот эти дни, они тоже носят такой, как бы, не одно смысловой характер. То есть мы, это одновременно Росхошана, что-то новое, классное такое, и мы такие, знаете, в этом, смотрим с оптимизмом, в будущее смотрим. А с другой стороны, Йом Труа, то есть он о чем-то тоже нам говорит, он тоже несет какой-то смысл. И это не Росхошана, потому что Росхошана, это оно пришло от людей, скажем, мудрецы еврейские, они высчитали о том, что в это время, 5785 лет назад, был сотворен Адам и Ева. Скажем так, мы все принимаем это, пусть оно будет так, но есть смысл, есть смысл, то есть и с этого, начался мир с этого дня, с этого дня, с Росхошана начался мир. Это не просто Новый год, вот так вот, не-не-не, вот в этот день, это как бы каждый год мы отмечаем день сотворения мира Господом Богом. Был сотворен Адам и Ева, и сегодня мы будем говорить о праздниках и о празднике, то есть о праздниках, как говорится, вообще, потому что нам надо как-то встроить этот праздник в контекст, чтобы он не просто праздник, а спереди и сзади, как будто бы ничего нет, ну вот просто праздник, условно говоря, вот там День танкиста, его можно отмечать в любое время, его когда поставишь, он все равно будет отмечаться, как бы, ну нормально будет отмечаться. А нет, у Бога немножко не так, потому что еврейский народ, он не имеет аналогов в культуре и традициях, особенно когда речь заходит о праздниках. Мы уже говорили, и я думаю, что надо повторять о том, что слово праздник в еврейской культуре, ну на еврите, моэт, да, он несет совершенно другой смысл, если у русских это праздник, ну праздное время, да, хорошее время от работы, нормальный, хороший смысл, ничего, ну такого не несет, ничего-то такого великого духовного, да, украинца уже поинтереснее свято, да, день отделенный, ну и намек отделенный для Бога, хотя не все праздники, они как бы такие святые, да, вот отделенные для Бога, но уже, уже есть, а вот моэт, он несет особый смысл, да, смотрите, назначенное время, это я прямо вот, я смотрю по переводу, назначенное время, назначенное место, назначенное собрание, назначенный сигнал, вот все, оно собирается в этом, то есть, Бог хочет встретиться в назначенное время, на назначенном месте, назначенное собрание. Он хочет встретиться со своим народом и провести с ним время, и повеселиться, и о чем-то напомнить, и поговорить с ним. Он хочет общаться со своим народом, он хочет иметь единство со своим народом. Поэтому не зря три праздника народ, он являлся как один, он являлся в Иерусалим и проводил время со своим Господом. Это было чудесное время. Вот чего хочет наш Бог. У него большое сердце. Он хочет столько много дочерей, миллиарды. Хватит на всех любви, друзья. И на евреев, и из язычников. Хватит на всех, лишь бы имели отношение с ним, лишь бы стремились к нему. Итак, у Израиля есть семь, ну если с Шаббатом, то восемь праздников. Это назначенные времена, известные как Маэдим. И они наполнены воспоминаниями, размышлениями о тех моментах, когда Бог являл себя в жизни еврейского народа. Могущественным, сильным, любящим, святым, праведным в отношениях со своим народом. И в этих праздниках имеется пророческий смысл. Потому что осенние праздники, это они еще, скажем так, в жизни еврейского народа, они еще не исполнились. Они еще грядут. Исполнение еще грядет. Но Бог что-то хочет говорить уже сегодня, хотя они еще не исполнили. Он что-то сегодня нам хочет сказать, на что-то обратить внимание. Он хочет поговорить с нами в это время. И весело. Вообще, вы знаете, что у Бога есть юмор? Все знают. Я это часто знаю. Вернее, не то, что часто. Я часто вижу. А в связи с тем, что я бывший и коммунист, и политический работник, и атеист, и учил людей атеизму. И Бог, он проявил юмор ко мне. Он такой мягкий юмор. Я очень благодарен ему за это, что он ко мне проявил мягкий юмор. Поэтому, а сейчас я проповедую его слово, знаете. И я думаю, что каждый ощущал, знаете, что наш Бог, у него хороший характер, друзья. Он милостивый, благословляющий. Итак, фактически праздники Господня, они показывают нам Божий план спасения еврейского народа. И через него спасение всех людей. То есть это план. Мы смотрим, мы об этом будем говорить, и мы это увидим. Потому что мы видим, как это прямо видно из Писания. Каждый праздник является встречей с Богом. Напоминает Божьему народу важные духовные истины. Обновляет как и народ, так и его отношения с Богом. И вот смотрите, немножко, буквально немножко о праздниках. Шаббат. Шаббат он напоминает нам о том, что этот мир сотворен Богом. И что евреи, мы как его народ, мы имеем с ним заветные отношения. Об этом говорит Шаббат прежде всего. Но кроме этого, в Левит 23, значит, Ваигра, там говорится о том, что еще есть 7 праздников. Но Шаббат назван первым. Я думаю, это не зря, друзья. 54 раза в году встретиться с Богом. Это круто, это классно. Это стоит делать. И есть еще 7 праздников, больших праздников. Из них 4 весенних. Это Песах, праздник опресников Маца, праздник первых плодов Йоха Бекурим, праздник Седмицы или Пятьдесятницы Шавот и 3 осенних, которые мы входим сейчас. Мы входим и внутри этих осенних праздников. Это праздник Труп, Йом Труа, одновременный Росхошана, это тоже хорошо, мы не забываем. И Йом Кипур, День Искупления, и праздник Кущи, Суккот. То есть 4 весенних и 3 осенних, наполненных множеством исторических, духовных смыслов. Но для нас, мессианских верующих, мы не будем, знаете, каждую глубину рассуждать подробно. Давайте мы увидим, что за каждым из этих праздников, в каждом этом празднике мы видим имя Ешо, мы видим его действия, мы видим, как он взаимодействует со своим народом и с каждым из нас. Шаббат говорит о том, что... О чем говорит Шаббат, кстати, если мы о Ешо? Ну да, он говорит об этом, но если мы говорим об Ешо, давайте мы вспомним о том, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога, и все через него начало быть, что начало быть, и ничего без него не начало быть, что начало быть. Через него там, в послании к Колоссянам, и веки сотворены. Друзья, вот в Шаббате Ешо, да, мы уже не говорим о знаках, да, ну, они пришли позже, они не из Библии, но тем не менее, и свечи, да, я из свет, и хала, я из хлеба, это все свидетельствует о нем, понимаете? Вот. Песох напоминает нам не только об исходе евреев из Египта, избавления от рабства физической смерти, от ангела смерти, но и в нашем исходе из рабства греха, из рабства греха, которым мы находились, да, и от чего были спасены, через кого? Друзья, не знаю, меня это очень трогает. Прежде создания мира, представляете? Ничего не было, ни пылинки. Отец говорил с Ешо, он говорит, вот смотри, по-другому вот оно не получится, будет, вот это будет, вот будут они грешить, что-то надо с этим сделать. А ты же понимаешь, да, он согласился, ради нас он согласился. Я этого, это не вмещается в наши человеческие умы, это не вмещается, поэтому, ну, евреи тоже не могут этого вместить, как это так? Ну, мы видим, что Писание, оно говорит об этом. Ну, я имею в виду немессианские евреи. Итак, праздник опресноков или бесквасного хлеба свидетельствует, что наша плоская человеческая природа, склонная к греху, навсегда изменена. Она изменена, вот, и избавлена от закваски греха. Смерть ангца Божьего оплатила, или песок, да, оплатила наши долги перед Творцом за грехи и дала нам возможность стать свободными от власти греха. Праздник первых плодов дает нам будущественную надежду через воскресение Ешоа. Этот праздник был связан с приношением Богу первых плодов земли, урожая очменя и благодарением за урожай. Но нам, верующим Ешоа, открыта и другая, более глубокая духовная истина. 1 Коринфянам 15-20 ясно говорит об этом. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто и умер. Давайте скажем аминь и воздадим славу Богу. Почему? Потому что это значит, что и мы воскреснем, и мы будем с Ешоа, да, и благодаря Ему. Праздник Сизмитшавот напоминает, что после всего того, что Творец Вселенной, Бог Всевышний, не оставил нас, вывел нас из рабства греха, заключил с Израилем свой завет, не шавуотов в исполнении завета. Он что? Он даровал Тору, да, учение, раскрывающее духовные тайны и научающее Божий народ праведной жизни. А мы уже говорили, вначале было Слово, да, и Слово было Богом. А в другом месте это Откровение 19, 13. Он был, Он Ешоа, да, был обречен в одежду обогремную кровью. Имя Ему, что? Слово Божье. И потом, через полторы тысячи лет, когда пришла полната времен в этот праздник, Бог исполнил желание своего сердца. Вы помните, Еремея 31, говорит, придет время, да, и вот тот закон, который вы нарушили, который вы не исполняли, я вложу в вашу внутренность и запишу на ваших сердцах. Это была, ну, нашим языком человеческим, мечта Бога, да, и Ешоа, Он пришел, Он осуществил мечту нашего Отца. Каким образом? Титу 3, 5, 7. Вот не все обращают внимание на Тита, на это маленькое послание, да. Вот смотрите, что здесь написано. Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, пастор Константин, подтверждаю ваше слово, да, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно, друзья, через Иисуса Христа. Пятидесят, через Иисуса Христа. Спасителя нашего, чтобы по Его благодати мы по упованию, ну, по вере нашей, соделались наследниками вечной жизни. Давайте воздадим славу Богу. Это время, друзья, это время, когда мы должны благодарить Бога за все, что Он делал, делает, еще будет делать в нашей жизни. И сегодня, находясь в самом начале осенних праздников, которые часто называют пороческими, то есть теми, которые в значительной мере еще предстоит исполниться в жизни еврейского народа, оглядываясь назад на тот труд, который Бог совершил, мы скажем, ну, Он сделал все, Он все сделал. Он создал прекрасный мир, да, который, как бы мы ни коверкали, все равно он остается прекрасным, понимаете. И дай Бог, чтобы Он оставался таким, да, до прихода Ишо. Вот, значит, в ответ на грех, на наш грех, Он предусмотрел нам Спасителя, да. Он спас нас, Он вытащил нас из этого глубокого рва. Он предусмотрел план спасения через... через создание еврейского народа, да. Он сотворил, Он создал еврейский народ от Авраама и далее. Он предусмотрел этот план спасения, в котором мы тоже принимаем определенные участия. Он очистил нас от закваски греха. Через Писание Дух Святой дал нам способность понимать Бога, любить Его, служить Ему. Дал силу идти по жизни в чистоте и святости. И, друзья, мы сегодня как раз находимся... Да, и смотрите, вот, Колоссянам 3, 1, 4. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит одесную Бога, а к Горним помышляйте. Подтвердили, да? Ну, то есть все, кто следит за этим, все видят. То есть, друзья, мы как раз находимся в той точке, вот, когда, вот, именно в той точке, ну, мы говорим о том, в том празднике, да, который нас побуждает, он влечет нас именно искать этого Горнего, да, то есть проверять себя, понимаете, и проверять сердце свое, насколько мы в этом находимся. Праздник Роскошана известен больше как праздник Труб, как никакой другой праздник предназначен для размышления о Горни. Вообще, о Йом Труа написано мало. Вот вообще, это один из самых таких, ну, непонятных праздников, он ни к чему нас особо вроде бы и не обязывает, не работать. Вот, вот, уже потом люди, да, мудрецы, вот, они наполнили его определенным смыслом, вот, но там есть, знаете, интересные наметки для нас. Вот, если мы посмотрим слова, да, как они интерпретируются, мы увидим, что там есть, Бог направляет нас к тому, чтобы мы понимали, что Он хочет в этот праздник от нас. «И сказал Господь Маше, говоря, скажи, сынам Израилям, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник Труб, священное собрание, никакой работы не работайте, приносите жертву Господу». Интересно, что слово «праздник», ну, я же говорил «моэ», да, а здесь передано другим словом, здесь передано слово «зикхрон». Вот, не назначенное время, а это слово связано с воспоминанием. То есть, здесь и так воспоминание труб, да, вот так вот другими словами, если мы переведем, то будет воспоминание труб, вот. То есть, мы должны что-то вспоминать, какие-то трубы, да, и что они обозначают, что они обозначают для нас, ну, что они для нас обозначают. Вообще, трубление в серебряные трубы, ну, в которые трубили только священники, и в шафар, в Писании, это знак либо предупреждения, либо какого-то провозглашения. В древние времена шафар использовался для предупреждения людей о важных событиях в жизни народа, о начале юбилейного года, о праздниках, о войнах, приближающихся враге. Важнейшим из них было предупреждение приходов царя. В духовном смысле это обращение к совести людей и необходимости покаяния. Это трубление, то, что мы смотрим по смыслам Писания. Первый раз в Писании мы слышим о трудном звуке исход 19 во время встречи Господа и Израилю, горы Синаю, момент дарования Тора и заключения завета Бога с Израилем. Это повод поразмышлять нам, что обозначает этот завет. Что он обозначает, что мы находимся в завете, и он от нас что-то хочет от нас. И вы знаете, если мы посмотрим Писание, мы увидим, что Бог направляет нас к исполнению заповедей, он направляет нас к конкретным вещам, которые мы должны делать. И когда некоторые со стороны принта Хадаша смотрят, говорят, это закон, это немножко не то. Но, кстати, мы мессианские верующие так не делаем. Мы знаем, что все написано одним и тем же Богом, и что-то написанное тогда обозначает и сейчас. Потому что он говорит, вы же знаете, я же не пришел его отменить, я его пришел исполнить вообще-то, чтобы все было, и первым, чтобы оно было записано у нас вот здесь. И тем, кто считает закон, законным, законническим сильно, да, значит, я хочу напомнить, что первая заповедь какая у нас? Возлюбите Господа Бога всем крепостью всей души, с разумением, да. То есть вот оно, что может быть духовней, да. Вот, вот, с этого начинается закон. А когда мы его возлюбливаем, то тогда у нас, как у Давида, будет, Давид говорит, я радуюсь твоим откровением, то есть я радуюсь, что я исполняю закон. Для меня это, вот, почитайте 118-й псалом, понимаете, это, там столько радости вот от исполнения заповедей Божьих у сердца Давида, да, вот, что я просто, вот, ну, это перевернет нашу жизнь, если вот мы внимательно прочитаем, сколько радости он получает. Вот оно, что дает. Если мы любим Бога, да, мы понимаем, что это для нас благо, для нас оно не составляет. То есть мы не вот эти вот, знаете, мы бедные грешники, вот мы там тащим на себе наши грехи, там, Господи помилуй, Господи помилуй. Нет, я здесь солидарен с пастором Константином. Он дал нам силу, Он все дал нам для того, чтобы не тащить это, понимаете, для того, чтобы свободно жить в заповедях. Это радость для нас, понимаете, да. И благодать, друзья, благодать, если мы говорим о благодати, это для исполнения, Он дал нам благодать для этого. Вот оно, вот оно что, чистота, святость, это как классно, когда ты в единстве с Творцом, да, когда ты знаешь, что ты ходишь перед Ним, Он любит тебя, Он благоволит к тебе, Он тебя не дисциплинирует в этот момент, понимаете, потому что он же отец, Он иногда и дисциплинирует, друзья. Все помнят, что Он как отец дисциплинирует, помнят, да? Это тоже благодать, потому что Он говорит, этим я напоминаю, что я люблю тебя, этим я напоминаю. Я не отвергаю тебя, я люблю тебя даже вот, ты грешник, я тебя накажу, но это принесет тебе плод правильности. Меня унесло. Итак, звуки серебряных труб и шафаров обрушили стены Ерихона, приводили в ужас врагов Гедеона, говорит нам о Божьем действии, Божьих чудесах и знамениях в нашей жизни. Мы тоже на это рассчитываем, друзья. Не знаю, как вы, сейчас идет война, идет война в Израиле, идет война в Украине, да? Я, я не знаю, я молюсь, я постоянно молюсь, Господи, не своей силой. Мы понимаем, хорошо, когда у нас есть оружие, но не оружием. Я ожидаю этого обрушения стен Ерихона, этого врага, вот, и в Израиле, и в Украине, что это он, он будет посрамлен. Друзья, Путин перед началом, он сказал, я приду и восстановлю идолов. Я тогда уже понял, что ему конец, он, я просто не знал, что нам так больно будет, понимаете, я думал, это будет быстрее, вот, ну, у Бога свои времена и сроки, но это будет так, вот, потому что Бог делал чудеса, тогда Он сделал чудеса, и в Израиле, и вы видите, как мы связаны, Украина, как мы связаны с Израилем. Нас ненавидят напрасно, на нас клевещут, нас хотят убить больше своей жизни. Почему-то они считают, что если они убьют там евреев, а здесь украинцев, они будут счастливы, понимаете? Это Дух, который вдохновляемый адом, и он будет посрамлен. Аминь. Писание, и Писание, друзья, смотрите, говорит, что второе пришествие Ешо, Хамашиха, тоже будет сопровождаться трубными звуками. 1 Коринфянам 15, 52. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, и мы изменимся. Мы изменимся. Матфея 24, 31. «И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, соберутся избранные от четырех ветров, от края небес до края их». Поэтому, друзья, и в этот праздник Писание, оно обращает наше внимание куда? К Ешо. Он обращает к тому, что Царь Израиля, Господь и Спаситель, Который участвовал в сотворении мира, коем веке все сотворено. Там описано, что все сотворено. Духовный мир, материальный мир, все сотворено. Тот, кто пришел, и тот, кто жил, как мы, кто знает, что такое труд, кто знает, что такое вытирать солбопот во время труда, который знает, что такое любовь людей и предательство людей. Он все это пережил. И незаслуженно, ни за что взял заслуженные нами грехи и понес на крест. И после этого Он воскрес и прославленным Он сидит, одесную Отца. И Он говорит, я ожидаю, я приготовил уже здесь все нормально, небесный Иерусалим здесь хорошо. Поэтому Он ждет нас в свое время, друзья. Я понимаю, что мы любим этот мир тоже, имеется в виду сотворенный Богом. Но в свое время, как говорится, мы знаем, куда мы идем и к кому мы идем. И Писание направляет, что Он теперь возвращается уже не как Агнец, как то лев из колена Иудина. Он возвращает, как лев из колена Иудина с тысячами тьмами ангелов, святых. И Он будет судить мир. И Писание направляет нас именно на эту сторону. Он придет, Он грядет. И в этом смысле Йом-Труа обозначает подготовку сердец Божьего народа к приходу Машиха. В этот день трубление шафаров призывает Божий народ к пробуждению от духовного сна. Вот было бы неплохо сейчас протрубить, чтобы стал спящий. Да. И воскрес из мертвых. Давайте раздадим славу Богу. Смотрите, друзья. В этот день трубление шафаров призывает Божий народ к пробуждению от духовного сна. В Йом-Труа Бог милостиво призывает нас судить самих себя, чтобы Он не судил нас. Аминь. Ибо Писание говорит, если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Немиссианские евреи верят, что Йом-Труа – это день суда. То есть они верят. Я просто говорю в повествовательном плане, я ни в коем случае в чужую веру я отношусь с уважением. Они верят, что в день суда, в Йом-Кипур, на Росхошана, Бог садится на престол суда и выносит вердикт. Вот начало Йом-Кипура, он выносит вердикт. Но затем он милостиво пересаживается на другой престол, называемый престолом милости, и дает 10 дней на то, чтобы человек с внутренними изменениями, осознаниями своего пути неправильными, изменениями, покаяниями, чтобы он изменил этот вердикт. А на Йом-Кипур этот вердикт запечатывается и на год. То есть и так вот из года в год и так далее. Друзья, нам надо вот так приходить каждый год, ну, чтобы заслужить что-то, друзья? Именно вот если заслужить, нам не надо, чтобы каждый год. Почему? Один раз. Написано на единократном приношении. Он все, он сделал все. Мы уже посажены. Мы уже посажены вместе с ним на небесах. Но значит ли это, что мы не должны готовиться к приходу Машеха? Конечно, не значит, друзья. Это значит, что... Потому что мы же знаем, что если мы посмотрим некоторые притчи, то во время его прихода кое-кто будет брошен во внешнюю тьму, где будет плачь и скрежет зубом. И это обращается вообще-то к его народу, к верующим в Ешуа Мессию. Поэтому нам не надо заслуживать прощения. Оно у нас уже есть. Навсегда у нас прощение уже есть. Аминь. Давайте воздадим славу Богу. По милости и благодати Божией мы спасены через пребывание в Иисусе Христе. Наши имена уже внесены в книгу жизни. Они уже внесены. И для нас нет необходимости каждый год вымаливать себе новую запись в ней. Но при этом Рав Шауль, апостол Павел, говорит нам, филиппийцам 2.12, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте это, не зарабатывайте. Совершайте это больше, вырабатывайте на практике. Практикуйте это спасение. Ходите в нем. Вот что это больше обозначает. Поэтому для нас, мессианских верующих, очень полезно наем Кипур в эти дни трепета, со страхом и трепетом размышлять над своей жизнью, очищая ее прежде всего от явного греха и от всего привнесенного миром и нашей ветхой природой, что тормозит изменения в нашей жизни к лучшему и наше духовное развитие. И знаете, когда верующие думают на тему анализа своей жизни, вот в этот период, то, что я наблюдал, я специально послушал и мессианские взгляды, и я вижу, что больше, знаете, говорится о чем-то таком, то, что видимо конкретно. Ну, например, с кем-то поссорился или там разрушены отношения где-то, и они тянутся, или там, условно говоря, украл, или еще что-то сделал такое. Вот это надо восстанавливать. Такие практические вещи. Как бы мысль людей, она как бы больше к этому обращается, к практическим каким-то таким нехорошим, грешным таким поступкам, от которых надо избавиться, потому что это нехорошо. Ну, друзья, я бы все-таки предложил, я бы все-таки предложил немножко глубже посмотреть, понимаете, потому что, смотрите, завет, он, а прежде всего мы должны размышлять, о чем мы с вами говорили, о завете, да, вот, завет, он говорит о том, что мы будем его народом, что он будет нам Богом, но мы что-то должны делать в этом завете, и не только первое, второе, третье, десятое. Я уже говорил, не все знают, вот, в еврейской традиции 613 заповедей, да, а в христианской традиции, пастор Константин, не знаю, знаете его лет, в христианской традиции, знаете, сколько заповедей? Есть человек, он просчитал, такой авторитетный человек, 1045, 1045, вот, поэтому мы говорим, но опять же, если мы в Боге, они нас не напрягают, они для нас естественны. А главное, то есть мы должны в этот момент размышлять прежде всего о том, выполняем ли мы свое предназначение, для чего мы сотворены, друзья, для чего мы, а для чего мы сотворены? Ну, не просто делать дела, прежде всего мы сотворены зачем? Ну, деяние 17, 26, и там немножко далее, оно говорит о том, что мы сотворены, чтобы искать Бога, не найдем ли, хотя мы и близко. Почему? Да потому что он жизнь наша, мы живем, мы движемся, существуем, мы постоянно должны искать. Почему мы его должны искать? Да потому что мы потеряли его образ. Люди потеряли образ Бога. И что думаете христиане? Они имеют правильный образ. Друзья, столько, столько образов, я вам скажу, вот если каждый скажет, один скажет, он абсолютно любящий, вот вообще, он только, только любой. Святый, ну, да, ну, любой. Святый, ну, любой. Другой говорит, не, 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 он такой, его бояться надо, трепетать надо, там и так далее. Ну, в общем, от и до, да, то есть много градаций. А Бог хочет быть в нашей жизни тем, кто Он есть, кем Он явил себя и для своего народа, и для каждого из нас, кто внутри этого народа, да, вот, поэтому искать Его, это, это значит, вас там, это значит понимать, мы же созданы по Его образу и подобию. Это, это значит, видите, как у нас перекликаются, да, по-старканцаминам, у вас короткое слово, я просто уже, это, да, мы созданы по образу и подобию, вот, и если Его, если мы будем знать и Его образ, и мы будем понимать, чем мы должны быть Ему подобны, то мы выполним тогда, понимаем, вот зачем нам надо искать, друзья, поэтому в этот день, конечно же, мы должны прежде всего размышлять об этом, мы, мы вообще-то, мы подобны, мы приобретаем подобие, я не говорю, что подобный, ну, это процесс, мы понимаем, это процесс, да, вот, вот, а как нам знать, подобны мы Ему или нет, ну, Писание нас не оставляет без введения, Римлянам 8,29, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородными между многими, первородными, между многими братьями, как мы приобретаем подобие, как мы приобретаем подобие Ешоа, 2 Коринфянам 3,18, мы же открытым лицем, как в зеркале, взирлая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа, открытым лицом, значит, друзья, не скрывая своих недостатков, то есть мы смотрим, мы приходим, вот в этот день, мы приходим, мы смотрим в Ешоа, да, который отобразился в Писании, как в образ, пока мы его не видим, потому что, когда мы увидим написанное, мы все изменимся, мы будем ему подобны сразу, там все будет по-другому, а сейчас пока мы, вот, процесс у нас идет, в зеркале через призму Писания, да, через призму Писания, вот, созерцая краситу Его характера, созерцая того, кто, кто Он есть, друзья, это тоже, это, это то, что я, вот, это моя интерпретация, да, того, что мы должны делать, то есть нам, нам необходимо размышлять на том, ищем ли мы Бога, и приобретаем ли мы Его образ, приобретаем ли мы образ, ну, образ, говорится, во многом у нас есть, подобие, приобретаем ли подобие, и здесь реально надо задавать много конкретных вопросов, себе я имею в виду, много конкретных, вот, я просто их быстро, приобрели ли мы мышление и чувствование Христа в нашей повседневной жизни, отображается ли его характер в нашем, в нашем характере, кратки ли мы, смиренны перед Богом и людьми, в авторитете ли у нас требования Писания, требования пастора и служителей в рамках их духовных полномочий, данных Писанием, умеем ли мы прощать, имеем ли мы добрые сердца, принимаем ли участие в жизни других людей, братьев, сестер, или только эгоистично зацикленнее на себе любимых, да, вот те вопросы, вот о чем Турбит Шафар для нас сегодня, друзья, вот, потому что он заставляет нас вспомнить о Завете, да, и Завете, кто Бог, и кто мы, и что, как мы должны взаимодействовать, и на кого мы должны быть похожи, да, в своем мышлении, в чувствовании, в которых мы должны иметь те же самые чувствования, что у Христа. Ну и не только это, друзья, мы должны размышлять, любят ли мужья своих жен, той жертвенной любовью, как Ишо возлюбил свою церковь, почитают ли жены своих мужей, почитают ли дети своих родителей, достаточно ли заботиться о них, учатся ли родители воспитывать своих детей по Писанию, и при этом, друзья, страшное дело, не раздражать их. Вот кто-то размышлял, как их можно воспитывать и не раздражать наших любимых детей. Это трудно, я сразу вам хочу сказать, это одно из самых трудных заданий. Или я не прав? Энтузиазма не слышу. Ну в целом согласны, да? Друзья, и есть еще глубокие духовные требования Ишоа к нашей личности. Ну я не буду их, я не буду их как бы рассматривать, да? Потому что это все, каждое слово там, это проповедь, да? Это проповедь. Но я говорю о том, чтобы размышлять. Вот смотрите, Ишоа сказал, Матфея 16, 24, 25. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Вау, глыба, да? Вот откройте Писание на этом месте. Найдите комментарии, да? Если сами, ну, не понимаем, да? Нужно найти комментарии, посмотреть, о чем говорят люди, которые исследовали это место, да? Даже если там что-то будет, не все будет там полностью, но все равно там будут мысли, которые помогут нам понять, что значит идти за Ишоа, что значит нести свой крест, да? Это такие глубокие смыслы, такие глубокие истины, над которыми нам надо размышлять в это время. А что значит находиться на лозе, помним, да? Находимся мы на лозе. Быть доброй почвой, да, для Божьего Слова. Мы добрая почва для Божьего Слова. Мы воспринимаем Божье Слово, или оно раз и там это, взошло и засохло, понимаете? Или там чуть-чуть что-то в жизни нашей не так. Мы говорим, Бога нет, Он не слышит, Он там вообще. Где Он там? Ау? Исполняем ли мы заповеди? Потому что, друзья, Ишо сказал, любите Меня, исполняйте Мои заповеди. Любовь к Богу, она в этом проявляется. Исполняем ли мы Его заповеди? Почему мы как бы вот изучаем Тору, да, ну, через призму Писания? Потому что мы смотрим, вот как любая заповедь, что Бог имел в виду? Там заповедь о прокаженных, например, или о ливератном браке, который, кажется, вообще на голову не налазит. Но что-то же Бог имел в виду, понимаете? Вот мы стараемся, рассматриваем эти истины через призму Нового Завета. И я хочу сказать, Господь, Он всегда откликается и разъясняет нам. Потому что Ишо, Он сказал, вы знаете, вы слышали, да, написано. Я уточняю, я говорю вам, вот так это надо понимать. Там все правильно написано, просто вы неправильно поняли. Вы на закон, там, еще один закон, на заповедь, заповедь, там, все окружили, там, и так далее. Теперь вы в этом частоколе не знаете, куда деваться. Я говорю вам, вот так надо понимать. Любите врагов ваших. Ну, не тех, которые убивают. Здесь говорится о других врагах. О врагах других. И, друзья, у меня уже не так много. Вот, но еще кое-что есть. Что-то мне еще могу сказать. Поэтому немножко потерпите. Это, то есть мы видим, да, в этих праздниках мы видим, как мы видим исторический контекст, да, который был в жизни Израиля и который будет еще, да. Мы видим личностный контекст. Я больше говорил о личностном контексте. Все поняли, да, что значит праздники, о чем трубить шафар для нас, что значит праздники для нас, именно не просто праздник Йом Труа, да, что он обозначает, о чем он говорит, о чем говорит трубный звук для нас лично. Но есть еще, понимаете, есть еще срез, один срез, о котором мы, может быть, как бы и не думаем особенно. То есть мы думаем, ну да, там, лично да. А вот смотрите, вот Ешо, когда они задали вопрос о последнем времени, да, он несколько притч рассказал. Я просто две, я даже не буду их там, долго на них и глубоко останавливаться. Я просто один из, знаете, одну из сторон этих притч, они очень глубокие, там очень много смыслов. Вот смотрите, про Дев, помним, да, притча про Дев. То есть они ждут, да, то есть они из одной общины, вот, они все вместе, они уже лет 10-15, может быть, они в общине, они ждут, они знают Мессию, они ждут его, они приготовляются, каждый по-своему, да, и все понимают, там же нету таких, которые говорят, да, нет, он мне, о, что мне готовится, он мне скажет, там, я тебя не знаю. Нет, они все готовятся, и вдруг оказывается, что они не готовы. Другая притча после этого, это 25-я глава Евангелия от Матфеева, другая притча в 25-й главе о талантах. Мы как бы больше рассматриваем как бы таланты с точки зрения личностной ответственности, да, вот как ты использовал свой талант, но там есть еще, как бы, то есть перед Богом, да, то есть как ты использовал свой талант перед Богом, иногда забываем, что этот талант, он должен был идти на пользу. Аминь? Он должен был на пользу, тело Мессии должен был пройти. То есть в этих двух притчах, кроме личностной ответственности, есть еще наша ответственность друг за друга. Я об этом, друзья, хочу сказать. Понимаете? То есть мы должны иметь общение, близкое общение должны иметь, разнообразное общение, чтобы понимать друг друга, чтобы мы могли, если надо, поддержать. Если надо сказать истину, сказать, брат, сестра, ты неправильно говоришь, ты неправильно живешь, надо что-то менять. В любви, друзья. Там есть еще одна вещь, такая одна из, скажем так, заповедей для христиан, да, будьте предупредительны друг другу с нежностью. Это примерно то же самое, что воспитывать детей не это. Как это, да, не раздражая, как эти нежности вот к этой сестре там или к этому брату, он такой там наговорил мне на ногу, наступил, там что-то сказал, там это какая, нет. Написание так учит, понимаете? Вот. Поэтому мы ответственны, понимаете? То есть шафар сегодня говорит и о нашей личной ответственности. И шафар сегодня нам трубит о нашей ответственности друг за другом, за то, какая мы община, за то, как мы развиваемся, поддерживаем ли мы друг друга. Или так, знаете, ну, у меня все нормально. Масла? Достаточно. Хорошо, да? А то, что у брата и сестры? Ну, это его личная ответственность. Не, Писание так не рассматривает. Один за всех, все за одного. О, это еврейский принцип, друзья. Так не получится. Мы ответственны. Мы тело Мессии. Написано, что мы члены друг к другу. Мы тело, да? Которое скреплено взаимоскрепляющими связями. Если написано одному хорошо, и все благоденствуют. Одному плохо, тоже плохо всем, понимаете? И не все это понимают, что именно так вот нам необходимо. Это тоже говорит шафар сегодня, друзья. Он просто, чтобы мы анализировали, кто есть мы. И вот в этом отношении. И еще, это уже последнее, друзья, чем я вам хочу сказать. Одна мысль, которую я для вас приготовил. Смотрите. В книге Неемия описан один очень важный факт в восьмой главе. Через несколько десятилетий после возвращения Израиля из Вавилона и построения второго храма в Зарававиле, в Иерусалим прибыл книжник Ездра с группой переселенцев. И он заставил в Иерусалиме полную духовную деградацию. Переженились там со всеми этими. Друг друга угнетают. А, мать, неправды, ничего. Короче, он когда увидел это, он говорит, там некоторых пришлось мне там за бороды таскать. В общем, он очень учил с любовью и... Ну, у него не было, может быть, такого, знаете, глубокого понимания. Но он учил их, короче говоря, правильно ходить перед Богом. И одним из важнейших событий в духовном возрождении стало празднование Йом-Труа, которое описано вот в восьмой главе книги Неемея. Вот давайте мы посмотрим, что-то мы почитаем, а что-то я вам перескажу. Неемея 1.1. Я, по-моему, вам не давал, ребята. Давайте я тогда буду читать, а вы там найдете. Смотрите. Когда наступил седьмой месяц, сейчас какой месяц? Седьмой, да? Вот когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ как один человек. Ну, то есть то, что он провел, предварительную работу, принесло свой результат, и народ, наконец-то, он чего-то захотел духовного, понимаете? Собрался как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику ездить, чтобы он принес книгу законного Моисеева, который заповедовал Господь Израилю. Вот. То есть возникла у них вот это вот желание, да? Желание читать слово, желание что-то разобраться в своей жизни. Почему у них вот, они дошли до такого, что там пополовину священников, левитов там переженились с язычниками, с язычницами там, да? Что они угнетают друг друга, творят неправду. Вот. И читали. Ну, там описано дальше, там описано несколько этих стихов там, как они читали. И вот с девятого стиха. «Тогда не имея, он же тершав, и книжник ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не платьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Друзья, до них что-то дошло. До них дошло, что они не исполняли закон. И они и на храм смотрели, и они поняли, что что-то в их жизни, что-то не так. И сказал им, «Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что сей день свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». Давайте мы тоже вот здесь это и давайте воздадим славу Богу. Потому что радость пред Господом это подкрепление для вас. «И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день свят не печальтесь. И пошел весь народ ест и пить, и писал от части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Друзья, за покаянием что приходит? Радость. Почему? Приходит восстановление отношений с Богом. Понимаете? Вот, вот, что должно быть в жизни, ну, что было в жизни Израиля, что должно быть в нашей жизни, и то, что еще предстоит Израилю, как народу в будущем. Это еще предстоит. Они поняли, что Бог принял их искреннее раскаяние и простил им. Они поняли, что глубокое осмысление своих путей перед Богом и покаяние приносит радость единения с Богом Израиля. Пришло духовное пробуждение. Они с удвоенной энергией стали изучать Тору. Да, они пришли, говорят, давай еще, еще хотим, читай. И нашли, что там есть праздник Суккот, праздник Кущи, да? Вот. И они говорят, будем исполнять. А со времен написано, это здесь написано, со времен Судей Иисуса Навина не исполняли праздник Кущи. Представляете? И они исполнили, то есть, и они построили Кущи, и они жили в Кущах, да? И это же тоже праздник единения Богом, Божьего обеспечения. И что написано? И написано, радость была весьма великая, большая, огромная радость. Вот, друзья, это, оно еще должно произойти в жизни еврейского народа. Это третий, как бы, пласт, да, который я хочу вам сказать. Личностный, да? Наш общинский, можно сказать, да, тело Мессии. И то, что еще должно произойти в истории Израиля. Друзья, оно произойдет. Вы знаете, что у Бога, у Него нет неудачных проектов. У Него все происходит вовремя. И великое покаяние, и великое, скажем так, переосмысление, оно произойдет. Если мы читаем, помните, Захарию мы читаем, да, когда мы читаем, описывает вот то, что будет происходить, что на них, то есть на Израиль, и зальется дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, обратятся к Господу. То есть покрывало будет сняться с их сердец. И добавим, и они будут рыдать о Нем, как о единородном сыне. Вот как плакали в одни и неми, да. Тоже будет этот плащ. Вот. И скорбеть, как скорбят оперненцы. И они будут призывать имя Господа. И Он услышит их и скажет, это мой народ. Они скажут, Господь Бог мой. Аминь. Друзья, ну это еще не все. Это не значит, что я буду долго говорить. Потом будет суккот. Потом написано, после этого, это Захария, читайте. После этого написано, будет суккот. И все народы, они будут приходить на этот суккот. И не дай Бог, кто-то не придет. Там тоже написано, что будет всеми, кто не придет. Это те, которые воевали про Нем. Это те, которые злословили Его. Это те, которые хотели там поубивать. Они будут приходить и прославлять Бога, и славить, и славить имя Его. Вот, друзья, ну, скажем так, то, что я смог, как говорится, донести до вас, да, вот именно те идеи, которые несет за собой трубный звук, да, который призывает нас осмыслять, да, наши, что-то пересматривать в своей жизни, главные вещи, да, не просто, знаете, друзья, с соседями надо мириться, сто процентов, там, восстанавливать с кем-то отношения, да, но не забывать и главного, да, от того, что Бог ожидает нас. Он хочет, чтобы оно было все, было, ну, равномерно, да, чтобы оно было все, чтобы все сферы нашей жизни были в порядке. Драгоценные, давайте мы встанем сейчас, помолимся, прославим нашего Господа. Отец Небесный, Бог наш и Царь, славим и благословляем имя Твое, превозносим Тебя, Боже, Господь. Мы говорим, Боже, что Ты есть Бог наш, Который сотворил нас, Который спас нас и Который ведет нас по жизни. Спасибо Тебе, что Твоя жизнь, она в нас, что Ты дал нам ее, что Ты вел нас в круг своей семьи, Боже, что Ты благословил нас, нашу жизнь, своим присутствием, что Ты, Боже, хранишь нас, что Ты направляешь нас, Боже, изливаешь благодать в каждом дне в нашей жизни. Боже, мы хотим приближаться к Тебе, мы хотим, это есть в наших сердцах, Боже, и сегодняшний, сегодня праздник Йом Труа, праздник Тру, он призывает нас к этому, он призывает нас к тому, чтобы мы искали Тебя еще больше, Боже, чтобы мы приближались к Тебе, а Ты сказал, что если мы приблизимся к Тебе, насколько мы сможем, Ты приблизишься к нам, Боже, и в этом мы не уповаем на себя, на свою силу, там, на какие-то свои заслуги молитвенные, мы просто приблизимся, насколько мы сможем, но Ты приблизишься к нам, Боже, Боже, проговори в нашу жизнь, Господь, в наши обстоятельства проговори, в нашей жизни, Боже, меняй нас, меняй наши сердца, очищай наше мышление, Боже, наши сердца, нашего внутреннего человека, Боже, Господь, помоги нам быть теми, кем мы должны быть, искать Тебя, преображаться в Твой образ, делать Твои дела, которые прославляют Тела, потому что Ты сотворил нас для них, Боже. Мы хотим этого, и пусть это произойдет у нас, Боже, Господь, пусть это произойдет в наших общинах, Боже, пусть это все будет, Господь, Господь, во множестве того доброго, что Ты приготовил для нас, Господь, наших семей, наших общин, Боже, и мы благословляем Израиль, Боже, Господь, мы благословляем еврейский народ, Боже, и мы говорим, что пусть вот эта радость, Боже, Суккота, Пусть она придет также, Господь, и в Израиль. Потому что Йом-Кипур, друзья, Йом-Кипур на самом деле это радостный праздник. Потому что он нам указывает на что? На Суккот. Он нам указывает на радость празднования единения с нашим Господом. Празднования вот этот пир, брачный пир, да, невеста, жениха с чистой святой невестой Божьей, которой есть его община, Божий Господь. Пусть это все произойдет в Израиле, Боже, Господь, во имя Ишоа. И мы, Боже, сейчас, Господь, в это время, Боже, Господь, мы просим Тебя сейчас в Израиле, Господь, идет большая война, Боже, Господь. Гибнут люди, Боже, он защищается, Боже. Благослови Израиль, храни его. Мы просим мира для Иерусалима, мы просим мира для каждого еврея, Боже. Мы просим мира, Боже, Господь, для всего Израиля. мы знаем, Боже, что этот мир, он будет тогда, когда покаяние, глубокое осмысление того, кто есть Машия, Господь, для Израиля, когда это придет в их жизни, Боже. Пусть это придет, мы молим Тебя, Боже, пусть это придет, Боже. И мы молим, Боже, о том, чтобы Твоя победа она была в Израиле, Боже, победа она была в Украине, Господь. Мы молим Тебя за нашу державу, за наш народ, за нашу землю, Боже, Господь, потому что на нас пошел злой и коварный враг, Боже, Господь, и нам тяжело, Боже. Боже, благослови нас, Господи. Дай нам, Господь, возможность выстоять, Боже, Господь, и наш народ уже очисти, освяти, укрепи, Боже, Господь, и яви чудеса и знамения, Боже, как во дни падения стен Иерихона, как во дни Гидеона, Боже, пусть это все произойдет, Боже, в жизни, Господь, Украины, Господь, во имя, в жизни народа Украины, во имя Ешоя Мессии. А мы, Боже, Мы готовы, Боже, Господь, мы уже славим и готовы, Боже, восхищаться тем, что Ты будешь делать, Боже, в нашей жизни, в общении, в наших городах, Боже, в Украине, в Израиле, Господь, до краев земли во имя Ишоа Мессии. Давайте воздадим всю славу Господу. Субтитры создавал DimaTorzok